Встреча с Украиной Встреча с Украиной Встреча с Украиной Встреча с Украиной Стоим Луганск, Депальцевское направление, фронт обширный, работы разные, задачи углубляться не будем. Ну, собственно, представился. Спасибо. Игорь. Позывной север Владимира. Позывной маэстро Харьковчанин. Ну, вы прям как капитан Титаленко из боя. Тут одни старики, да? Ну, точно. Ну, а служим в одном подразделении, в одной бригаде, занимаемся теми же самыми делами. Ну, я думаю, те, кто захочет увидеть вашу прекрасную песню, автор этой песни, Игорь, вы написали, пишете и поете, и вы являетесь таким ведущим, скажем так, культурным звеном. Наших бойцов и Дмитрий? Ну, если можете. В данный момент я уже не участвую в жизни моего подразделения. Так получилось, что... Представьтесь, как хотите, как считаете. Дмитрий, позывной парадокс, группа Орла, скажем кратко. Заработали вместе, вот заехали в гости. Все понеседа наша будет такая свободная, вы расскажете свободной. Вот как можете, так и расскажете о том, что вот можно рассказать. Значит, я так понимаю, Владимир, вы участвовали в боях даже и вот тех майских боях за Донецкий аэропорт. Нет, наша группа работала, я позже, присоединился к группе позже, но основная часть нашей группы непосредственно участвовала в самых сложных боях, причем под авиацией, там и под артиллерией, то есть, ну, от кромешной, из разговоров, из того, что я сам там видел, просто представить, как это еще все усугубленно, там, над ними все это летало, ну, скажем так, тьма. Видите, сейчас вот о том, что, как там воюют люди, ну, в принципе, информации много. В общем-то, информация разная и фильтровать ее можно. Говорить о том, что, ну, вот так вот, встречаясь с людьми, которые там воюют, можно информацию как-то более-менее фильтровать. Сейчас вот нас интересуют чисто такие идеологические проблемы, это тоже немаловажно, понимаете? Ведь всегда важно знать, за что и почему люди воюют. Это вас касается, ведь вы понимаете, что вы ходите по лезвию риска и постоянно на грани. Понятно, что человек должен представлять, за что он идет на такие вещи. И поэтому у нас в стране, сегодня в России происходит очень важный такой смысловой переворот в мозгах, понимаете? И хорошо, что основная масса людей, конечно, основная подавляющая масса людей поддерживает вот этот антифашистский удар, который наносит юго-восток Украины с поднявшимися патриотами, с поднявшимися там людьми, которые не захотели жить под сапогом непонятно каких, откуда взявшихся фашиков, родившихся с западной подкормки, родившихся практически из бездны, вышедших из бездны какой-то исторической. И происходят очень сложные такие моменты, где люди даже с одной точки зрения не могут найти, может быть, осмысления. Понимаете, вот недавно совершенно была такая встреча, вы знаете о ней прекрасно, да? Игорь Стрелков встречался с Николаем Стариковым, одним из аналитиков, кстати, изборского клуба, а у нас тоже, так, Новосибирское отделение изборского клуба. Ну, вот они поспорили практически, может быть, я бы сказал, не на пустом месте. Вообще-то этот разговор шел, вы знаете, это человек-практик, человек-практик, который взял на себя высочайшую ответственность, ведь объявить себя министром обороны, это взять на себя колоссальный груз ответственности. И заслуга Игоря Ивановича Стрелкова, колоссальная заслуга его в том, что он дал месяц практически, если не больше, но в месяц это точно для того, чтобы Кремль выработал какое-то направление действий. Понимаете, это как Брестская крепость, это как отряды погранвойск НКВД, которые неделю сдерживали Гитлера. Помните вот такую, когда 41-м году обманули? Неделю-две отряды НКВД, 200 тысяч человек полегло практически для того, чтобы страна успела очухаться и взять себя в руки. Вот ту же самую роль выполнил Игорь Иванович Стрелков. Он месяц дал, практически не меньше месяца, для того, чтобы страна и руководство страны приняли для себя какие-то моменты. Это подвиг, это исторический подвиг. И в то же время Николай Стариков это теоретик, это блестящий писатель, историк, который мыслит элементами геополитики, мыслит элементами историческими, очень важными, которые связаны с политикой, проходящей через все вехи исторические, понимаете. То есть это тоже не... Его книги не потрясают своей эрудицией, пониманием момента. Понимаете, люди встретились не это самое. Очень жалко было, что они друг друга не поняли. А говорили об одном. А говорили об одном. Вот видите, какие вещи происходят. То есть, наверное, кто-то может оценить одно, кто-то другое. Кто-то с одной стороны посмотрит, кто-то с другой. И вот такие вещи нас тоже интересуют, понимаете. И от вас-то информация идет очень важная, практическая. Но вы же тоже, извините, не дураки. Вы же понимаете очень многое. Вы видели этих людей, вы понимаете, кто такой Стрелков. Вы понимаете этих полевых командиров, которые там воюют. Вот вы мне сейчас... Подскажите несколько слов об Игоре Ивановиче Стрелковом. Ваше мнение. Вы практически воюете там чуть ли не с первых месяцев. Владимир. Приехав на Донбасс, я уже был, скажем так, подкован информационно. То есть, один из диванных воинов начинал, скажем так. В просторах интернета. То есть, понял, что это бесполезно все. Это надо ехать и делать. Это не остановится взаимными обзывательствами, скажем, со сведомыми украинцами. Вот, приехав туда, я очень много общался с людьми. Узнавал про тех людей, которых на виду, которых снимают на видео, о которых пишут конкретно там. И в том числе и об Игорь Ивановиче. Ничего, кроме того, что он жесткий, уставной, порядочный офицер, дополнить не могу. Ни хорошего, ни плохого. Как есть. Уставной, порядочный офицер. Жесткий. То есть, вообще-то, самое главное, это выполнение приказа, выполнение устава. Значит, это любая... Это хлеб военного дела, вообще-то. И когда Стрелков там появился, было видно, что появился человек, который именно этого и добивается. Он пытался привести в порядок вот это все хаотичное движение. В краткий срок упорядочить просто, скажем так, вчерашних гражданских людей, которые сегодня пытаются понять, как разбирается автомат Калашникова, это очень сложно. Это большая груз ответственности. И потом подставлять их еще под... Так, точно. Ну да. Надавать боевые приказы. Или из кабинета, с машины, еще куда-то просто проснуться, встать и пойти под пули. И нужно человеку как-то объяснить, что это на данный момент именно должно это произойти, потому что иначе никак... Но военный человек должен надать приказ и убедиться, что приказ выполнен. Это тоже непросто. Это все надо связать в единое. И те люди, которые потом обрушиваются на Стрелкова с граном критики, они просто совершенно не представляют, что такое работа офицера. Офицер Стрелков показал себя офицером чести. Скажем так, это его подвиг, это его... Критикам я скажу, пусть поедут месяцок повоюют. Это очень просто. А потом будем разговаривать, и пусть потом критикуют Стрелкова. Вы знаете. Ополченцев и всех остальных. Потому что выдавать нежелательное за плохое, это... Это самое простое, что можно сказать. Ну, как бы, а как и все. Это самое простое, что можно сказать, да. Не видев, они начинают критиковать. Поедь, посиди, в окопе. Когда на сопротивление начиналось 300 человек удержать, удержать, у кого вообще не было, были времена, когда два человека идут, как в Сталинграде. У одного автомата, другой идет так. Не будем долго на этой теме останавливаться. Ваше мнение самое высокое об Игоре Ивановиче Стрелкове. Ну, и то, что он там... На самом деле он Игорь Всеволодович Гиркин, но это не важно. Понимаете? Вполне имеет возможность псевдоним, хоть боевой, хоть культурный, хоть творческий, понимаете? Обратно его подъедино начали. Да. Мы ждем. Я бы, как бы, был бы рад воевать под его руководством. И, как бы... Наверное, не только вы. Не только я, но, как бы, это общее мнение. Это общее мнение, конечно. Ждем. Понимаю, что... Надеемся, что вернется. В военных кругах чувствовать на себе ответственность командира высокой чести и высокой морали, это очень много для всех людей, которые вот в этом деле, в это дело попадают. Это очень колоссально много. Все это понятно. Значит, у меня еще такой вопрос к вам, ребят. Несколько слов, если можно, конечно. Хотите, говорите, хотите, нет. Я что-то не могу вам сказать. Ну, несколько мнений о тех командирах, которые... Боевых командирах полевых, которые вот засвечены сегодня в информационном поле. Скажите, по крайней мере, о тех, о ком хотите положительно сказать. Вот фамилия, скажите. Да, ну, все... И командиров бригад, допустим, и младших командиров, которые вот сегодня на слуху. Ну, пару слов. Независимо, скажем так, от табили и рангов, у всех, абсолютно у всех есть боевые заслуги. Каждый по-своему сыграл роль, конечно. То есть, если их раскрутили в информационном поле, это не просто так. Они действительно заслуженные люди. Я имею в виду, допустим, мозговой человек. Человек патриот. Патриот. И достаточно авторитетный. То есть, ему то, что он появляется в информационном поле, и то, что он говорит в поле, ему можно верить и совершенно однозначно воспринимать информацию, которую дает. По многим фамилиям, допустим, мы не можем охарактеризовать, допустим, как человека или офицера, но мы все же видим, там, бок о бок, все вместе делаем одно дело, видим, что делают их подразделения. И как они это делают под их командованием. Я не буду спрашивать про те фамилии, которые предварительно мы уже переговорили. Мы не будем сегодня кидать ни в другую тень. Это нам ни к чему. Ну, допустим, вот такие ребята, как Моторола из знаменитых, Гиви, там, Абхаз. Ребята убежденно воюют за свои земли. Ребята убежденные идут против. Они с детства понимают, что такое хорошо. Вы как соратники. Красавцы. Да, общаемся с Моторолой. И пусть даже их там искрутили более-менее. Ну, было за что. От этого только лучше. От этого только лучше. Кто-то помог. Кто-то не снаряжением. Кто-то поесть. Уже бодрее. Да, все правильно. А во время Отечественной войны, ну, так же, брали ребят героев и раскручивали. Так же, Зоя Космедевенская, Александра Матровского. Зайцев. Зайцева, снайпера, ну, многих. Гастерло там, этого, Тололихина. Герои брали. Герои всегда нужны. Их надо раскручивать. Так точно. Вы знаете, что после подвига Александра Матровского, там, 200 человек повторило его подвиг. Только его подвиг. Я стоял на этих могилах и видел вот эти вот памятники этим ребятам, 20-летним, которые бросились. То есть, командиры в отделении, бросились и прикрыли свое отделение. Представляете, что это такое? Вот эта раскрученность. Потому что они своим примером показывают. Бог здоровья нашим ребятам, вот этим вот раскрученным, пусть они так же воюют, продолжают. Мы только за ним молимся и за вас тоже молимся. И всего только можно пожелать самого-самого. Хорошо. Спасибо. То есть, мы как бы пытаемся определенные вещи, которые звучат в такой информации, как бы, ну, расшифровать с вашей помощью. Если можно, конечно. Я, если вы хотите что-то сказать, вот прям вот на душе накипело, ребят, выскажитесь по одному. Ну, давайте кто-нибудь. Да, ну о чем там говорить? Война идет. Ну, я могу сказать одно, короче. Я приехал, вернулся сюда, в город, незадолго до Нового года. Это было заранее запланировано. И не застал уже такой острой фазы боевых действий, которая сейчас, в данный момент, разворачивается. А про какой город? Про Луганск. Мы, значит, находились в нашем месте службы. То есть, оно было связано с Луганском, с окрестностями. То есть, ну, базирование, в общем-то, у нас было в городе Луганск. Сейчас ребята маленько переехали. Но, независимо от того, что там, пусть и не застал я там, вот такой горячей, острой фазы, да, боевых действий, есть обычная работа такая, будни, короче, обычные боевые будни тоже, там, будничные вещи. И сказать хочется о том, что, если кто-то считает, что он отсидится, где-то эта война посторонняя, его не затронет каким-то образом, эта война затронет всех. Уже затронула по экономике, вот, значит, дай бог, что никого не пока еще не затронула, вот, в человеческом плане, в плане родных, да, там, в плане, там, каких-то, ну, по здоровью, скажем, там, от вещей, да. У меня большая просьба, многие сторонятся оказывать какую-то помощь. Ваш каждый, даже самый маленький рубль, если он стечется, соберется в одну какую-то кучку, это будет уже не один рубль. Это будет уже какой-то, какой-то немаленький вклад уже, пойдет он в помощь конкретным людям. Там, в городах, люди еще более-менее как-то, более-менее как-то держатся. Что касается деревень, там, поселков, на границе, да, люди там просто вот выживают. Там без слез, не лить не вас было. Да, непонятно как. Езжаем и как бы видели, много видели из этого времени, но тяжело очень. Поэтому любой вклад какой-то там копеечка, не копеечка, не бойтесь делать добро, добрые вещи. Даже, вот, реальный пример, ребята приехали сюда без денег, вот. Мне, когда мы отсюда уезжали, Володя со мной был, у нас написан еще первый ролик, огромную помощь оказал, оказало наше национально-освободительное движение, значит, наши ребята. Они нас помогали нам заряжаться, да, сибирское отделение. Вот, еще многие люди, но основную, основную финансовую, вот, именно в тот момент помощь оказал инвалид первой группы, с которым я познакомился по интернету. Да, мы общались с ним и вживую, он приезжал сюда, в Новосибирск. Этот человек прошел не одну войну, он ветеран многих спецслужб, у него реальные проблемы со здоровьем. И тем не менее, этот человек присылает сто тысяч, сто тысяч от своих пенсионных денег, то есть отрывает от себя пенсии, которые могут использовать, нас свое здоровье потратить. То есть, вот, и мы на эти деньги везем туда кучу экипировки, без которой, там, вот, в условиях войны, ну, не выжить. Вот, тот же маэстро, он был одет с ног и до головы, короче, но он до сих пор, вот, находится в той горке. Разреши, парадокс, я в твой контекст просто в камеру ставлю. После этих слов я хотел бы передать привет Союзу ветеранов города Ноябрьска. Значит, и... Я могу обратиться к беженцам? Конечно. Да? Да, пожалуйста. А точнее, к мужской части беженцев с Юго-Востока. Ребят, ну, детей, жен отвезли, встретили. Я сам по регионам ездил, неоднократно видел. Знаю, какая помощь оказывается, в каких суммах, в каких размерах. Как вы размещаетесь, как вам помогают. Ну, привезли женщин, детей, ну, все будет. Давайте-ка обратно за оружие. Вашу землю защищаем. У нас тоже дети тут. Я с Харькова, я в Луганске воюю. Ну, так как... Ребята, ну, присутствуют. Такие моменты. В вашем подразделении. Ну, как бы, вообще, ну, как бы, нужно, да. Нужно, как бы, не забывать, что у нас есть тоже дети, тоже семьи. И мы, не, как бы, я ни, в коем случае не жалею ни минуты того, что я пробовал там. Они, не знаю, боятся, наверное, убить. Они не хотят защищать свою землю, не считают... Не то, что они защищают, не говорят. В такое поколение воспитано, воспитано с подачи Америки и всего остального, что вот боятся. Старшее поколение, это как раз все и там. Где? Вы посмотрите, сейчас... Старшее поколение. Старик. На 10 человек. Да, у вас есть 50. Вово, 60 лет без ноги с протезом. Все-таки луганчане и луганчане, они старшее поколение. Да, да, да. Мы говорим за тех, кто убежал. Мы же не говорим, что там нет вообще никаких интертиф. Мы много просто есть, бегут. Я не знаю. Ну, конечно, мы не... Как Украина, мы не можем взять и мобилизацию лупить, и никого не выпускать, как сейчас происходит это в Украине, правильно? Просто сейчас переломный момент. Нужно собраться. Нужно собраться силами, духом. Сейчас, да. Просто всем собраться. Чем больше нас, тем меньше их. Вот. Так что... А вообще, вот, я бы хотел, чтобы услышали люди, которые, может быть, посмотрят нас. У вас ощущение... Не сдадим Новороссию? Ни в коем случае. Мат Новороссии очень похож на знак «Остановка запрещена». Не собирается. Вы, вот, по вашему духу воюющих там людей, победа будет? Будет. И шагу назад мы так войдем. За нами правда. Мы, я вот, неоднократно уже повторял, я иду тем же путем, которым прошло... Есть такие мотивы, которые вы знаете четко, которые позволяют вам говорить такие вещи, что победа будет. Что брак фашистский. Усили, не зомневаются даже. Однозначно. Они-то надеются, мне там бежут есть. Очень много сил положено. Хватит ли сил, хватит. И при необходимости голову там сложим. Хватило сил, сколько держать. Регулярные войска Украины хватило держать сил. Значит, хватит. Не надо складывать голову, говорит, да. Ну, мы будем стараться, конечно. Еще встретиться после войны. Да. Пообщаться, поделиться чем-то новым, победами. То есть, уверенность в людях, которые там воевали, однозначно. А если бы не было, они бы не воевали, наверное. И вы, эта уверенность, у вас есть основания. Да я эту уверенность вижу в глазах своих боевых братишек. Я смотрю им в глаза, там, у нас такое, в нашем подразделении у нас... Мне не стыдно. Это надо посмотреть в эти глаза. Это такие ребята, Лысый, Хамза, Головрат, Леший, Тёма. Да там их можно... Ангел, Тихий, да все. Там можно часами... Там всех перечислять. Скажите, ребята, вот интересный вопрос, который звенит сейчас просто в теме информационной. Мусульман, россиян там много, которые воевали за Лонбасс? Вот. Никогда бы не подумал, что ребята с Чечни, Осетии, Ингушетии, со всех регионов. Башкирия, Татастан. Поедут со всего мира. С южных регионов. С Таджикистана. С Узбекистана у нас даже есть. Ястреб. То есть вы можете сказать конкретно, что нормальные российские мусульмане, те, которые в теме воюют, добровольцев хватают, воюют за донбасса, за наворочных. Это понятно здесь. Потому что это война смыслов. Согласен? Да, да. Мы здесь ближе. Все равно они нам... Мы соседи, да? То есть много таких... Ну, это тут ребята приезжают с Америки, ребята приезжают с Франции, и с Польши добровольцев, именно за нашу сторону воевать. Я вам говорил... Это уже дальше. Значит, там есть тоже сопротивление. Мой друг армейский, по-братиму, он мусульманин, полковник сейчас, ну, незапасный он такой, действующий, значит. Он два раза уже туда в отпуск ездил, воевал. И он мне сказал, что наших ребят там в Тюбетейках очень много. Есть, есть. Российский ислам, он все-таки наш российский ислам, и его надо защищать. Надо понимать его смыслы и защищать его тоже. Они все россияне. Они все россияне не понимают, что русские. Русские, революционные, русские все. Все по состоянию души русские. Я вам приведу пример, может вам интересно будет, но прошу прощения, может кому-то неинтересно. Вот такой пример приводит великий наш историк Илья Николаевич Гумилев во время войны Великой Отечественной, когда немцы, вот эти вот гудериановские передовые части наступали на Ленинград, под Луган, под Лугой, значит, они наткнулись на дзот и не могли его пройти. Ну, наткнулись и все. Поливают и поливают их. Они, сдавайтесь, подключились на их провод, кабельные связи, сдавайтесь, сдавайтесь. Хотя, вот, русские не сдаются, русские не сдаются. Ну, подогнали там огнеметы, сожгли этот дот. Потом пять трупов, пять трупов, у них начали боевые эти книжки, смотрите, все татары. Немцы офигели. И офигели так, что этот случай вошел в их документы, и этот случай потом документы раскопали, потом после войны, вы понимаете? Вот так вот русские не сдаются. Это анекдотичная ситуация. И это не анекдотичная ситуация, речь идет о том, что у нас общая цивилизация, понимаете? Которая выросла, которая выстрадана, которая... Есть, просто поется, вот, паразит вот такой вот в Украине. По счету анекдотичности, вот сейчас ходит анекдот, да, вот, у нас с Крыма пошел, да? Что происходит в Крыму? Да вот там русские штурмуют, и что там говорят? А там кричат, русские не сдаются. Украинские части. Ну да, это не анекдот, это наша... Это жизнь. Это жизнь. Так анекдоты, они из жизни происходят все. Куда же? Ребята убеждены, ребята настроены, ребята устали смотреть на усталость в глазах местных. Они уже не плачут, им нечем плакать уже. Уже люди... Мы встретились на вокзале... Это какая-то трагедия. Мы на вокзале встретились с шестилетним ребенком, или семь, но первый класс. Это взрослый человек. У меня мои привет одноклассникам, бывшим там, друзьям, которые мне сейчас угрожают, что мне башку сисут и все. Это тупорылое создание в основном с этим шестилетним ребенком, который пересидел в бомбежке в подвале. Отец погиб у него там. Вот они с мамой выехали в Россию. Он говорит, взрослые, понятно, ребенок шестилетний понимает, что происходит. А там куча оленей, 20-летних. И сколько там, не только 20-летних. Детство оттай будет, детство нет. Абина, да, нам таких детей смотреть, как играют гильзами, осколками. Еще последний, пушики, вопрос, потому что время все-таки, ну, растягивать передачу смысла не имеет. Чем короче, тем больше шансов, что люди посмотрят. Еще один последний вопрос. Ваше отношение к украинцам, отношение ваше к ним, это совсем уже отрезанный ломоть? Или это, как вам сказать, ну, я всегда говорю, знаете, вот в семье, вот есть семья, кто-то хороший, кто-то плохой, а вот есть сумасшедший, но сумасшедшего уже, наверное, не убивают, а пытаются как-то лечить. Понимаете? У вас какое отношение к ним? Разрешите, я начну. К тем, конечно, украинцам, которые пошли войной на Юго-Восток, ну, не к Миру. После того, как перед позициями в полях было украинскими вооруженными силами выпущены целая кассета 40 зарядов Градов, они повтыкались в землю перед позициями, ни один не взорвался. Когда саперы подошли, начали разбирать эти заряды, выяснилось, что они не в боевом положении. То есть кто-то их разрядил. И в них была записка, и в них была записка. Ребята, чем смогли, помогли. А теперь я хочу обратиться к украинцам. К тем нашим любимым, родным советским украинцам, которые строили севера, которые дороги строили, которые наши братья, ребята, поднимайтесь, не бойтесь. Если вы еще не зомбированы до конца, развивайте, развивайте хотя бы под поле, но это не призывы, наверное, потому что это действительно гражданская война. Собирайтесь, сплачивайтесь, не бойтесь. С этим можно бороться. Это не конец, это только начало. Да, те, кто посылает их на убой, это люди совершенно вне ваших интересов, вне вашей историчности, вообще вне всего, вне вашего поля. Украинец не будет стрелять в украинца и в русского. Ну да, а какой единой стране можно говорить, если они в своей стране бомбят свою же? То есть все-таки подавляющая масса, наверное, тех ребят, которые там идут, их заставляют. Так точно. Присутствует, как бы по-разному. Это такой у нас, мы, вот есть вот эти добровольческие батальоны, те, которые дойдут добровольно, этих, мое мнение, бить, причем бить прилюдно, на площадях, убивать. Ну то есть это идейный уже враг, идейный, фашист идейный. Они зигуют, у них свастики на груди, они вырезают людям на груди свастики. Это все мы видели, мы знаем, что это такое происходит. Это нам не рассказал не Путин, как они там говорят, путинская пропаганда еще. Мы телевизор, у нас нет времени его смотреть. Потому как, глядя на этот наигранный псевдопатриотизм, когда он сам на своей эридной мове не может правильно, красиво, с ударениями разговаривать. Он всю жизнь проговорил на русском языке, а сейчас кричит. А Юго-Восток хотят заставить это говорить. Они хотят лишить людей права говорить на родном языке. А это и твой родной язык, ты сам по-украински не умеешь говорить. У вас практически не понимают. Они никто не умеют разговаривать. Потому что это язык ни о чем. Это язык крест. Я жил в Украине. И вот Украина. Язык народной глубинки. Я понимаю, что здесь акценты в России. Нифига себе территория, масштабы. И когда вот такой кусочек истинного украинского языка, я не знаю, какой он на самом деле. Потому что в одну область заезжают. Ну, как же тебе переписывают. В одну область. Я вам рассказал. Они там новые слова сейчас вводят. Новые речи. Не успеваешь. Не успеваешь. Не успеваешь. Не успеваешь. Несколько лет телевизор не смотришь. Там чем-то занимался, чего-то добивался. Сел отдохнуть. О чем говорят? Думаю, что это да. Как их политики плюют и быстренько на русский переходят. Ну, потому что на этом безобразие разговаривать просто невозможно. Серьезно. Вот это народный язык народной глубинки. Скажем, он там родился. Может, он певучий. Действительно, он красивый. Где-то был, когда он был чистый, суженый. Ну, да, конечно. А уже исковеркали. Да, его исковеркали. Его понять не могут харьковчане даже. Это отдельная история. Да. Маэстро, можно сказать, впервые такие расстояния по России покрывает. Весьма впечатлен. Вот эти вот все однобокие представления, знаешь, там в Украине. Ну, чего, да, там рассказывают за Россию. Якобы там они, у них вот эта рашка загинается, там голодает. Понятно, я не верил, но теперь я еще и убедился в этом вообще. Сам настрой людей, насколько вот сам патриотизм возрос в разы. За последние там две пятилетки, скажем, Владимир Владимирович дал людям обратно идею. За последние три года буквально. Ну, да. И первое, что поразило, это что тебя у меня было? Как здесь работает ППС. Красавцы. Молодцы. Красивые парицы. Началось. А что это? Не, ну, это не так, как в Украине. У нас в Украине, да, ППС, это колхозник бросил вилы, прибежал. Я хочу быть милиционером. И начинается. Шапку вот так, без козырку. И что там у них? Ну, просто. Дубинку получил с газовыми болочками, давай там по почкам с цигунова ловить. А здесь ребята, ну, именно знают свое дело, видно, что они за порядком следят. Чего-то как проверяют, даже нас он сразу там, а вы не с оружием ли, случайно, не везете ли я туда. Ну, видно, что мы там на Моросе туда-сюда. И как бы, ну, молодцы. Ну, и почувствовали, что отношения все же к вам положительные. Нормально, да, здесь, конечно. Вы почувствовали, да, что отношения к жерам. И помогают и люди всю дорогу. Мы ехали, мы же едем, тут на этаке у нас так, кот наплакал или начихал, или что-то сделал. Ну, и как бы и помогают, и кормят. Вот по дороге мы там ели. Думали, сейчас, блин, ехать неделю в поезде, ни еды не будет. Да, господи, вы в русский народ. Здесь, да, здесь нам жук, мясо. Чего там, пацаны, вы там не проголодали? Я же в первый раз поездах дебилей кормил, это без проблем. Понимают люди, понимают. И в корне отношения к нам меняются, когда они видят, что мы действительно, в отличие от тех же дебилей или вахтовиков, едем в поезде, не употребляем спиртное, ведем себя достойно. И как бы раздражает вот этот перегар чужой, это раздражает поведение пьяное. У нас, где бы мы в поездах не ездили, практика показывает сухой закон у всех. То есть мы пресекаем чужие пьяное противное. Нет, тут где-то пьяного ополченца какого-то с поста сняли, его там в увольнении нажрался, лежит, и его давай там в Украине показывай, смотрите, все ополчение, там и так, и так, и так, и все на свете. Ну, то есть мы боремся с этим даже и в Муганске, и в Муганске, и в Муганске. Я не могу, так сказать, объяснять. Ну, это нет, это не оправдание, потому что есть же диспетчер. Ну, конечно, ведь всякие люди, конечно, конечно, я умоляю вас. Вот просто по таким единицам судят всех. Вот если сейчас зайти в тот поезд, кто за нами ехал в Россию, скажут. Нормальная беседа идет. Да, ведь во время войны, так сказать, все равно у нас были моменты, когда некоторые, мы сказали, вообще без 50 грамм не выходили на передачу. Ну, было, да, и герой России. Мы по-трезанному выходим. Ну, вот в этом плане я всех перебью, мы вспомним, недавно единоначалье Игоря Ивановича, Стрелкова, с его убеждениями очень... Трезвость. И даже не отдал мата, мата исключить. Вообще, вот это очень снизило несчастные случаи, травматизм. Конечно, все с оружием. Да, 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 это образцы. Игорю Ивановичу в этом плане поклон, он как единоначальник был. Порядок, конечно, поважающий. Он поставил себя как благородный воин. Но, в принципе, эту фишку, он... Его услышали, скажем. Да. Кому надо, его услышали. Ну, опять же, рыба гниет с головы, зависит от командира подразделения. А какая-то мерзость стала его поливать грязью. Ну, это понятно, что... Ну, в происхе предателей. Очень все сложно. Это, наверное, в первую очередь, зависть. Зависть. Потому что мы прекрасно знаем... Это политические игры. Ну, и зависть. Почему человек много гадостей наговорит? Потому что ВСУ состоит из наркоманов и алкоголиков, когда по рации слышим, там, перехватили, и он там, Вася, выгоняй гаубицу. Вася напился. А, ну ладно, не выгоняй. В следующий раз, если протрезветь, выстрелим. Это реальные вещи. Это слышали собственными ушами. То есть происходили такие вещи. Там по этому делу, конечно, и школы, и садики, и жилые дома. Ну, это такое оружие было. Нет, нет, нет. Там уйдет... То, что стрелков исключил пьянство, ну, это было... Ну, там было даже вот в одно время... Это был шаг, который вот просто надо оценить. Это надо представлять. Наказывали. При стрелкове наказывали за выпивку. Никто даже... Был вот 2 августа день ВДВ, и как бы пацаны говорят, что там разрешили в окопе вот под Писюрику лупануть в честь праздника, там, в разведке, и все туда-сюда. Все, а так раньше было, конечно, с этим пожестнее. Нет, ну, тем не менее, все равно, так сказать, наркоманские 50 грамм, так сказать, их никто не отменял, да, но, опять же, там были четко... Это тоже кому как, я, например, могу трезвую. Ребята, подожди, нет, там было четко расписано, что 50 грамм полагалось тому, кто не находится, так сказать, при исполнении. То есть, если ты ушел, так сказать, ну, с передовой, да-да-да, ушел, так сказать, во второй эшелон, ну, там где-то на ротации, да, тебе положено, да, а если ты на передовой, извини, дружок, ну, ты что, ты, так сказать... Отвестность большая, очень большая ответственность, конечно. Поэтому, в принципе, это нормально, так сказать, да, но я вам хочу сказать, что современная военная медицина, так сказать, да, она далеко ушла в фармакологию. Мне кажется, вы, наверное, это уже на себе испытали, так сказать, да, на противнике, что это сказать? Да, да, присутствует, да, 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 всякие моменты. Ну, неоднократно, да, ребята, после рейдов, там, приносили некие, там, скажем, назовем их так, индивидуальных аптечек, которые, там, вплоть до опиатов снаряженные. Нет, больше того, вы знаете, что Пентагон, вот, буквально недавно, так сказать, да, порядка, ну, не более полугода тому назад, да, с австралийской фирмой, между прочим, интересно, так сказать, да, заключил контракт, то ли на 8, то ли на 10 миллионов долларов, так сказать, да, они, он, у него, у него была программа, так сказать, по разработке препаратов, которые бы с минимальными издержками для здоровья, так сказать, да, подавляли бы человеке, так сказать, страх. Да, 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 активности, физической активности, вот, и на сегодня, так сказать, да, они, вот, австралийцы, так сказать, да, получили вот этот грант, потому что они ближе всех подошли, так сказать, к исковому результату, Пентагоновскому. Это все в реальном масштабе времени, да, 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 да. А, кстати, еще одна новость, я не знаю, вам это известно, нет, так сказать, да, американцы, американцы, вот, потратили бешеные бабки, так сказать, да, в общей сложности, в общей сложности 20 лет, они, так сказать, разрабатывали вот этот вот материал, так сказать, полимер определенный, так сказать, да, он био, био, так сказать, натуральный, да, как гель, он как гель, накладывается на рану. А, так это у нас тоже есть эти все препараты, кровостанавливающие салфетки. Да, 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 вот как он кровоостанавливает, так сказать, да, сам, сам, сам... Типа монтажной пены, могло быть, да, 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 да. Да дорого стоит, я не видел еще. Так вот, вы знаете, что, это только появилось, я вам говорю, так сказать, инсайдер. Я слышал, как я не видел. Они говорят, что мы через пять лет, говорит, да, с рынка, с рынка кровоостанавливающих материалов уберем пинты, эко-пластыри, все, 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 вот этой штукой, да. Они 10 лет ее разрабатывали. Причем комплексно. Несколько фирм, понимаете? Вот они сейчас пришли. Пришли к чему? Что она будет на выходе у них серийно выпускаться, так сказать, доступная по цене. Мы тоже можем что-нибудь придумать. Такое угол, что она будет в одном из земля, так сказать, для одного солдата. Они разрабатывали это все уже на основе разработанных средств. У нас, допустим, вот эти все средства гемостопа уже давно существуют. Пусть они не так доработаны, как вот эти современные, они останавливают даже артериальные кровотечения. Они некоторые травмы тканям наносят, что после того, как доставил человека в госпиталь, их оперативно обрабатывают. Некие там обожженные участки тканей приходится удалять. Ну, сложные, допустим. Смысл один тот же. У нас это давно все Россия, Россия из-за претерывания. Извините, пожалуйста. А вот у вас там на передовой, так сказать, да, вот медслужба как существует, на каком уровне, так сказать, как это все организовано, так сказать. Да, так же самое. Добровольцы. Добровольцы. Да, вот у нас с Харькова, у нас именно мама Оля мы ее называем. Она к вам, как ваш, так сказать, полковой врач, да? Да, ну, они на передке, она раненых с подмин вытаскивает, под обстрелами, там, кто-то боевает. С вашим подразделением она постоянно работает? Ну, не обязательно. Подразделение, это подразделение, бригада уже. Она обезжает на бою. Она бригада. Да, конечно. У нас 40-килограммовые девчонки, 20-летние, на передок ездят, вот где бои, они срываются, прям межротой в полевых условиях, разворачивают госпиталя, оказывают высокую полифицированную помощь. Конечно, хочется получше, чтобы было финансирование, и побольше, потому что все такое маленький масштаб. То есть идет народная война. Да, это гражданская, да, вот. И собираем, там вот эта мама Оля, она с нами с Харькова, с первых дней, когда мы с сопротивлением, у нас Харьков появилось против этой хунты. Когда переворот произошел, мы вот, когда оборону держали, Ленина мы тогда защищали. Вот она с тех времен, что она тогда... У нас как-то сопротивление, памятник Ленина, да, на площади было. Вот первое сопротивление произошло, да. А вот где-то упал, Ленин, кого-то покалечил. Подожди, подожди. Это же все фигня. То есть, ты подтверждай, что ты... С этого Ленина началось сопротивление вообще Юго-Востока. А почему ты его защищал, Ленина? Почему? Это достопримечательность города, и не только. Это он там единственный на всю Европу, во-первых. Во-вторых, как это получилось? Захватили облсовет, нагнали вот этих, правый сектор, там, все остальное, западных мальчуганов, таких по 15-16 лет, загнали облсовет, они захватили облсовет. Ну и типа, мы сейчас вот такие здесь вот приехали, Ленин там, козел, бандера, герой, и Ленина нужно снести. Ну как бы мы, как харьковчане, нам это, естественно, не понравилось. Во-вторых, нам был совет, да, ну там не важно, что он дал, это наш город. Что нам сносить, что нам строить, это нам решают. Ну да, это наш, да, это нам решают. Не бандером, не правым сектором, не левым, кто там бы не пришел, это наш город. И мы решаем, что там делать. У нас там 40-тысячные митинги происходили. Сейчас-то все, Одесса 2 мая, все это пресеклось, люди боятся. У нас в Харькове за георгическую ленту могут загусать куча малолеток, даже если это бабушка, это дедушка. Это все происходило на моих днах, у нас-то это малолетки, обдолбанные малолетки. Они забированные малолетки. Это обдолбанные малолетки. Их много, они везде шарятся, понимаешь? Да где много, 50 человек, ну на митинге, что сейчас, боевики, которые были? Ну как с собой. Вот кто у нас сопротивление было молодых пацанов, кто-то дал был совет, мы выгоняли Бендер. Когда нас начали по СБУ, по подвалам, 5 этажей под землю, никогда в жизни никто не найдет кто-то, потеряли и все. Без документов, без ничего, теряют людей в Харькове. Это реально, на сегодняшний день это вообще, как так и надо. Тебя взяли там, а у тебя там георгическая ленточка, ты подозреваешься в чем-то. Все, типа раз, составили там документы, там протокол туда-сюда, тебя выпускают, тебя ловит машина в багажник, и тебя под землю неизвестно, насколько ты в камерах. И там такие вещи происходят, что мама не горюй. Но люди живыми оттуда не знают. И за георгическую ленту, тебе накидают гранат. Алтамат, беспредел полнейший. Я понял. Почему спросил насчет Ленина? Тут дело в том, что самые крутые националисты здесь говорят так. Допустим, они мочат этого Ленина, допустим, его по всей России перемочат, понимаешь? Да они в этом дело. Самые крутые русские националисты, которые считают себя патриотами. Да они в ленине не дело. Дело в том, что это мой дом. Я не еду на западную, не рублю лес. То есть дело о не в ленине. Мне не нравится лес на западную. Я же не собрался с крикорчанами, не ломанулся, там им памятники. То есть это не защита политической и исторической фигуры, это защита просто своего духа. Да, да, ну как мы, если у них там Европа, демократия. Мы имеем такие же права, да, если они там говорят, единая страна, и там, и все, и там, давайте равноправить нас. Да, кто там приходит, я диктовать. Они одна из запада вообще. Я имею в виду западную Украину. Ну, они, да, в основном просто так и происходит. На данный момент уже прошло год этой революции уже прошел. Людей промыли настолько, что там не только западная, уже и центральная есть. Харьковчане просто сидят с нами, харьковчане молчат. Потому что сейчас выйди на площадь, на митинг, тебя так же, как в Одессе, заходят в дом, сожгут, а потом еще скажут, что ты сам это сделал. У нас случаи были, у нас, да, какой-то дома. Бьют, открыто, среди пелого дня на площади стояло, кто у нас самый последний стояли, это что я видел, в Харькове пока был, стояли коммунисты. Бабушки, дедушки, ну, там их человек 15-20, реально немного. Молодежь, все на Донбассе уже были, уже все воевали, ждали, когда домой пойдем освобождать и все такое. Бабушки, дедушки поддерживали. Донбасс, Юго-Восток и все остальное. Они стояли, стояли, даже при подачке милиции местной. Выбегает человек 50 малолеток, среди белого дня, палками, ногами этих бабушек по парку Шевченко, у нас там парк Шевченко рядом с площадью, ногами забуцывали, отлавливают, то есть там идешь по городу, по парку этому же, в основном эти события все происходят в центре города. И вот гуляет пара, мальчик там где-то 20, да, девочка, ему там туда-сюда себе отдыхают спокойно. Слава Украине тебе на встречу идет. Если ты ему героя славам не ответил, тебя вот эта компаха в 4-5 человек отмудохает так, ну не факт, что выживешь, потому что это не единичный случай. Моих знакомых, которые тоже с нами были там в сопротивлении изначально, один был замучен в СБУ, за три дня, пацана, замучили его. Оттуда и выкинули потом его там в район ХТЗ. Свой друг, да? Не друг, ну знакомый нас там много было сопротивлений, да, ну знаю, знаю кто, что. Мы уже на Донбассе были, уже так узнали это с интернета, там, что такая фигня произошла. Вот имя, бац, фотография, о, наш. Одного застрелили просто в затылок, ночью где-то там шел он домой, куда шел. Тоже знакомый, тоже сопротивлений. Это те, кто не уехал на Донбасс своего. Те, кто остался сам, там, там, в этом, в Харькове, где-то сейчас подконтрольно киевским властям территория. Там такие вещи происходят, это нормально и против, никто сказать ничего не может. Ты сейчас заяви, что что вы делаете, скажи, тебя, если не забусают, тебя посадят, но, естественно, ты оттуда не уйдешь. А чем эту молодежь, вот эту молодятину, она не качивает? Вот смотри, ну, это может быть футбольные фанаты или чего-то. Это же это группировки. Футбольные фанаты, футбольные фанаты были, да. Они не сомбируют, я помню еще и до революции. У нас были эти ультрас, они были, они были патриотически настроены. Ну, конечно, я ничего плохого в патриотизме не видел, пока не перешло в эту войну гражданскую. Мы их на них не обращали, даже никто там за бандер. Еще не кричал, но носят они перезубец, носят флаги, да, там, туда-сюда, ну и нормально. Мы сами в 2012 году на Евро, у нас в Харькове Евро-2012 проходил, мы сами на машину цепляли украинский флажок, никто там не этот самый, мы поддерживали свою страну в этой Евро-2012. То есть изначально мысли не было никакого соединения от Украины? Нет, 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 ни в коем случае ничего не происходило. Просто потом эти организации, которые были, они там целые организации, там тысячи человек у них в этих ультрас, шмультрас, вот эти все. И просто вот когда революция пришла, их использовали, вот они патриоты, их использовали, вот на Украину нападает Россия, начали им просто навязывать это, и все, исходя из этого получились вот такие радикально настроенные молодые люди. А уже за счет того, что они там накачивают их чем-то, я не знаю, чем они их там накачивают. Я лично не видел чем, но то, в каком они состоянии, я видел. Это неадекватный, нетрезвый человек, и тем более они понимали, их били. Вот когда облсовета освобождали, мы первый раз, их били, и там до лампочки человеку. То есть инстинкт самосохранения отсутствует наглухо. Если мы там, они там на нас с пистолетами, с ПМ-ами угнулся, обойму высадили, все, там приблизительно считал, забежал, палкой бац, все, приглушил. То есть они не боялись, нифига, накачивали. Да, мы взяли потом, после облсовета, облот-клуб есть такой. Там тоже сидели вот эти, правый сектор. В Харькове. В Харькове, да. И находили пакетики с поднеопознанных всяких вещей. Что там было, я не разбираюсь в этих. Как употребляют? Ну, были пакетики, ну понятно, что там какие-то, и с зелеными какими-то порошками пустые, то есть уже использованные. В целых я не находил. Ну, там порошки, прям именно порошки. Порошки, или зеленый там, и с белыми порошками. С каким только они находились. Получается, что толпа, алкоголь, ящик. Алкоголь, они выпивают алкоголь, в эти бутылки делают коктейли Молотова. Вот ящики поменялись, задержимое. В этом плане еще можно сказать, что Майдан готовился не год, не три, не пять лет назад. Это там десятками лет закладывалось. Да, они прям в гены, в долг. Подготавливали. Само-гентальность вот эта. Вот мы эту тему уже... Радикально. И все... Настрой против русского народа, не обязательно против России, против русского народа, идет, я сам в школе учился с 1998 по 2009 год. И я прекрасно помню, что мне рассказывали о русских, и как у них там древнее укрыто, чем только они занимались, что они только не придумали, велосипед, колесо и все остальное. Это было, да. Мне эту программу преподавали. Хорошо, что я плохо учился в школе. Если бы я там в это вникал бы, там и заучивал бы, наверное, тоже Алинием таким был. 20 лет. Да, представь, какой бы у нас... Тяжелую промышленность, атомную энергетику, угольную промышленность, порты, моря, все было. Там палку втыкаешь, она прорастает, земли какие-то. Все было. Они 23 года ничего не строили, не производили. Они просто жили. Они ни одного долга с Советского Союза не забрали с собой. Они просто это проедали. После того, как они это все закончилось, после того, как в итоге это все побродило по народу, был период, когда очень хорошо украинцы жили. Был период. Но эти бабки потихоньку, пока вот курсировали, они оседали там в двух-трех карманах. Потом все подумали, ммм, все съели, а сколько в Европе вкусного? А не поскакать ли нам? Ну и тут уже, скажем так, мы тоже, мы против были и Европы. Ну как у нас, почему сейчас Донбасс первый встал, почему Харьков первый встал? Потому что это промзона Украины. У нас рабочий народ. Мы из заводов, я лично, на сопротивление, не стоял сутками возле бочки, не ждал, когда мы там начнем воевать, когда мы начнем кого-то прогонять. Я выходил на работу, у меня начальство сейчас в Харькове находится, не даст соврать. Выходил на работу, отрабатывал свой рабочий день и после работы шел на площадь до часу до двух ночи, еще стоял на площади, ждал, когда начнут вот эти заварухи с Ленинами, со всем остальным. Конечно, на тот момент, когда уже этого Ленина валили, нас уже не было в городе. Мы уже не могли ничем помочь. А те, кто был этого против, это было человек пять-шесть, и то два пацана, четыре девушки, против пяти-десяти дебилов с палками, которые действительно могут убить просто так. Мы когда первые убийства начали происходить, я до сих пор не мог понять, как так, мы вот вроде митинг, флаг, туда-сюда, тут убивают людей. Мы бы знали, что к такому разрастется, конечно, бы задавили еще, то сейчас тоже, почему Харьков потух, почему Харьков как бы там сошел, сдался, никто не сдался. Все, кто был против этого, воюют на Донбассе. Много людей из Харькова воюют, очень много. Да, даже, я не знаю, в основном сопротивление, там есть со всей Украиной ребята, у нас из Запорожской области, у нас из Николаевской, у нас из Западной Украины ребята, которые добровольцы воюют на Донбассе. Это факт, это можно проверить, найти в интернете, это спокойно, это все присутствует, необязательно. Но в основном сопротивление, действительно, харьковчан. Да и о чем говорить, говорит Харьков, захлебнулся, когда против вчерашних домохозяек, музыкантов и таксистов приехали американские наемники в украинской милицейской форме разгонять вот эти вот все митинги, протесты, мирные митинги и мирные протесты, невооруженные. Наши приехали вооруженные наемники, переодетые в милицейскую форму разгонять. Когда наших ребят с облсовета вытащили, 80 человек тогда закрыли в СБУ. Украинских не было там ни МВД, никаких структур. Ребята разговаривали по-английски. Это факт, но мы это видели, это мне не рассказал ни дядька, ни дядька какой-то, ни телевизор, ни интернет. Это факт. Я почему вот эти вопросы задаю? Это же не просто так. Мы тут с украинскими националистами беседовали. У них аргумент такой, вот они упертые до мозга костей. Наши сибирские. Да, наши сибирские украинцы, которые считают себя это не золотая. Диаспорами. 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 Да, диаспорами украинской. Они считаются и сибириками, и украинцами. Ну, не важно. Значит, мотивировка одна. Это Россия решила раздавить эту Украину, поделить ее, отобрать Крым, Донбасс и так далее. Вот все, вот отсюда вот идет, понимаете, у них. Хорошо. Вот. Я почему вот эти вопросы задаю, как это вот... Я сейчас вам расскажу, что говорят, вот они здесь так... Вы понимаете, что их не переубедить. Я сейчас на этот момент расскажу. Здесь они так говорят, я не знаю откуда, кто им там рассказал, наверное. Ну, они слушают то, что им говорят. Петя Порошенко, наверное, им такое наваливает. Ну, как было, когда на Донбассе появились просто блокпосты, пока войны не было, не было у нас, ни автоматов, с палками стояли, покрышки жгли, как они в Киеве. Так происходило у нас точно так же. Так же мы были недовольны тем, что происходит, как они были недовольны Януковичем. Когда это все происходило, они говорили, да нахрен, пусть Донбасс уходит. Донбасс живет на дотации, мы без Донбасса и без Харькова, и никто нам не нужен, пока не перекрыли поставки угля, когда они теперь сейчас сидят, мне мать звонит, у нас по 6 часов отключают свет в день, зимой, когда ни газа, ничего остального. Это все присутствует сейчас. А где же они кричали Донбасс на дотации? Что невыгодные регионы? Что их там западная Украина кормит? С какого она их кормит? Лес продали? У меня, наверное, еще помине не было, когда они лес свой продали. А теперь Донбасс, они кормили всю жизнь, вдруг мы решили отделиться, юго-восток страны, и они недовольны, как это так. А что ж мы недовольны? Вы нас всю жизнь кормили. Так дайте нам, мы отойдем. Мы и тоже, они сейчас говорят, что мы решили уйти в Россию. Референдум прошел только на отделение от Украины, на независимость сделать республику. Никто не кричал о том, что дайте, мы сейчас референдум проведем и в России. Да, курс идет. Конечно, мы хотим присоединиться так, как мы русский народ, хотим присоединиться к России. Но это нормально, это нормально. Я приезжаю, у меня брат вот отсюда, и нормально, мы из друг друга понимаем, как мы даже у нас паспорта проверяли, нас перепутали, наши паспорта. У меня украинский паспорт, у него неукраинский, да, и они перепутали, говорит мне, что это мой паспорт, да он ему похож, там не знаю, как так получилось. У меня там морда покруглеет, а сейчас на войне похудели, сликаться. Ну и, конечно, они кричат, зато им сейчас американские, они там проводят учения НАТО с неграми, зато это братский народ у них сейчас. Для меня это не братский народ. Я знаю, что происходит в Европе. Разврат и все остальное, наркомания, для них это, они это модным делают, потому что сильная молодежь не нужна там, которая сможет 100 килограмм потянуть, которая может в дыню дать, не согласиться. Вопрос задать, реальный вопрос задать, точно. Таких людей не надо. Не нужно, конечно. А зачем им такие люди? Вот просто я, как мне кажется, они рановато решили нас придавить, потому что мое поколение, ну я не знаю, вот он воюет, он может сказать, сколько есть 20-летних пацанов, у меня 22, я хотел бы посмотреть, есть, ну есть, но единицы нашего поколения. А в основном от моего возраста люди, у меня одноклассники, я 4 школы учился, мы переезжали частенько по Неклайской области, у меня священник отец, ну и там он как военный, его туда поставили, туда поставили, я вот в 4 школах был. Капеллан. Моего возраста еще не один одноклассник не сказал молодец. Я предатель родины для них, я с ними в школе учился, бывшая девушка, любили там друг друга туда-сюда, я опять же предатель родины, колорад, кто там еще, ватники, шматники и все на свете. Они спрашивают, сколько мне платит Путин, мне пишут в интернете, я сижу там в расположении, приехали, отдыхаем, мне пишет одноклассница, сколько мне платит Путин, там же видно мои политические убеждения, туда-сюда. Я говорю, причем здесь Путин? И во-первых, но помогает, конвой гуманитарный тут, я вообще не могу понять, он агрессор, он помогает Донбассу, милые наши, любящие наши правительства. Я могу сказать, я могу сказать одну из проблем, почему все так происходит. Взять даже неупорядоченная система, как-то же права, слова правильно подобрать, люди, добровольцы, которые ездят туда, социально не защищены, о них никто не знает, люди, добровольцы, которые по убеждениям едут за братские народы отстаивать, чтобы там минами не рвали девочек шестилетних, чтобы там стариков не резали за материальные блага, про этих людей никто не знает, и в России это все добровольно. Хорошо, что Владимир Владимирович нас, скажем так, оградил законом, что мы законом прописаны, что у нас нет ни преследований, ни гонений за нами, нас, скажем, люди, которые понимают, что происходит, ценят и уважают, но информационная блокада за счет того, что просто люди, которые туда ездят и возвращаются, они не услышаны, их не видно. Мы только что разговаривали. По поводу этого я просто вам информацию дам. Ведущие военные аналитики в России такие и есть. Ведь в России тоже все непросто, идет борьба. Один сел против других. Это защитно тоже. Государственные, патриотические военные аналитики они криком кричат, давайте у нас такие же ЧВК организовывать. Частые военные компании, чтобы люди были, которые идут добровольцами, чтобы они воевали на правах, на всех правах законных и были защищены социально, потому что это, конкретно об этом говорит, Семен Богдасаров, Игорь Коротченко. Ну, есть такие люди. Но некоторые другие. Некоторые другие, да. Вот Павел тоже из журнала «Воено» читает, он знает. Об этом сейчас говорится, я думаю, что это все-таки. Я уже не буду на себя говорить. Вот меня окружают люди, на которых я равняюсь. Вот там братики мои, вот они все сидят. Я просто видел этих сильных мужиков с остальными канатами, нервами, когда не на боевых, а когда после боевых в свободное личное время мы в то же время, чтобы поспать, пожрать, мы ездили, развозили гуманитарку. В частности, вот мы с Дмитрием ездили, отвозили в Луганске, в пригороде, там, по детям-инвалидам гуманитарной. Мы все втроем. Люди едят шкорки. Берутся в сетке, у соседей есть. Давайте я расскажу просто вот этот момент, когда просто выходят мужики, я с ними вместе, и я вижу, что они не могут проглотить тот ком в горле, когда видят вот эта вот маленькая, семилетняя растенница на этой инвалидной коляске с этими слюнками, голодный отец, парализованный. И эта молодая 28-летняя женщина, которая уже за 50 выглядит, седая, белая, она не знает, что делать. Она берет у соседки очистки от картошки, моет их и варит суп. Суп состоит из воды и этих очисток. Ну это война, Вторая мировая война. Вот у меня даже сейчас эти бурашки похожи были. Это факт. Это ужасы гражданской войны самого настоящего. Это геноцид. Это геноцид. Чистые воды. Украина идет же с возниками освобождения. Они выручают фашизм. Что они там говорят. Я уже давно не наблюдал, что они там говорят. А фактически, если дать им власть, они просто народ там уничтожил. Только за то, что была попытка. Будет геноцид. Сейчас если бросить... Если все бросит, если там... Да, мне там даже некоторые... Ну как там же убить могут? Все там убить могут везде, на самом деле. Но вообще, если сейчас вот взять и выйти оттуда, там просто перебьют. И все. Мы за обекут эти бешеные, которых мы полгода держим, не даем зайти. Там какие-то у нас рубежи есть. Мы держим. За счет этого перемирия нельзя было и давить их, гнать дальше. Сидели. Вот это только раз. Прилетит, ответку дал. Все, ты не имеешь права... Да, бывало и ответки не давали. Запрещали, да. И такого бывало. Ладно. Когда меня спрашивают, что конкретно я там делаю, по каким причинам я собрал рюкзак и туда поехал, я скажу так. У меня двое детей. Неважно, сколько им лет, где, ничего. Факт в том, что, глядя на то, как в Западной Украине трехлетний ребенок уверенно зигует, как пятилетний уже выговаривает москаляку на геляку, я не хочу, чтобы мои дети, когда вырастут, столкнулись с фашизмом. Сейчас, сейчас, я иду той же дорогой, теми же дорогами, теми же населенными пунктами, что мой дед до Берлина дошел. Так складывается впечатление, что и нам нужно прямо туда идти, потому что... Так точно. Одной дорогой, которую он прошел. Хвост в Украине. А Башка вот там, вот, давай, видеозаписи. Контекст выйдет, да. Они постоянно так делают. У них вот... Они выкачут это видео, они его обработают, повырезают смысл контекста, вставляют, подгонят фразы и дадут по своим каналам. Это не единоразово происходило. Да, и вот вы окажетесь там все теми, кто планирует заговор против процветающей Украины. Тут есть у нас... Скажем, где Путин украинец заплатил. Я с ними давно уже, в таких отношениях мы ведем такие... Кстати, давайте вернемся к вопросу о том, сколько ему платит Путин. Ну, давай. Лично я не буду там вообще за всех говорить, потому что привык отвечать за себя. Ну, и так как мы все братья по оружию с одного подразделения, мы друг за друга отвечаем. Я могу вам сказать, что мы втроем за все время, насколько мы воюем на Юго-Востоке, ни цента, ни рубля, ни гривны, ни одного зарплаты, ничего мы не получили. На сигареты... Скажем так, за еду. Нас кормят, не спорю, нас кормят. Худо-бедно кормят, нам хватает. Денег мы там не получаем. Ну, сказать вам что-то надо, это ничего не сказать. Так, секунду. Ладно, с языком. У нас сейчас там есть... Спасибо, Редак, за то, что вы делаете. Спасибо вам за все. Я... Вот оставите данные, куда нам и что делать, мы тоже, как бы... Мы уже помогали и через разные каналы. Но если вот сейчас вы нас посетили, вы нам уже родные, и то, что вы нам какой канал дадите, мы сейчас тоже здесь точку какую-то свою сделаем и прямо сбор средств конкретных на то, что вы дадите. Это однозначно. Спасибо. Будете у нас еще, мы всегда вас ждем. Значит, может быть, еще успеем встретиться на этой неделе, если вы здесь побудете, может быть, я надеюсь. И о чем-то еще более конкретно поговорим. Ну, сегодня спасибо вам за эту передачу.